МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Загадочный спутник Земли – черный принц. Кто сопровождает нашу планету больше 13 тысяч лет? И почему астрономы скрывают информацию о загадочном сателлите? Некоторые зонды инопланетные, они не видны, они обладают защитой. Это абсолютно очевидно. Сенсационное открытие генетиков. Эмбрион химера, состоящий из клеток свиньи и человека. Зачем ученым понадобился новый вид млекопитающего? И чем нам грозят такие эксперименты? То есть берут эмбрион свиньи, эмбрион человека на ранних стадиях обрабления. Их разрушают, перемешивают, и получается такой химерный организм. Николу Тесла погубили его изобретение. За что мировые элиты возненавидели ученого? И какие тайны скрывают архивы американского гения? Вступил в противоречие с интересом олигархической верхушки, которая, в общем-то, считает себя на планете главной. Тайные архивы КГБ. Почему раскопки гробницы неизвестной царицы Египта оказались под грифом «секретно»? До сих пор про эту спецоперацию известно мало. Что нашли спецслужбы в долине царей? И почему эти исторические находки до сих пор скрывают от ученых? Было написано – это гробница пришельца. ЦРУ рассекретила рецепт тибетского эликсира молодости. Чем вода из озера Мано-Саравар отличается от обычной? И где скрывается ген вечной жизни? Вода несет очень много информации, как полезной, так и отрицательной. 3000 лет назад, возможно, у людей была телефонная связь. Как наши предки передавали информацию на большие расстояния? Где скрываются допотопные АТС? И почему сегодня нам недоступны беспроводные технологии из прошлого? Мегалиты всего мира – это на самом деле автоматическая телефонная станция древних людей. Летопись древнейшей битвы. Оружие богов. Миф или реальность? Какие доказательства его существования нашли исследователи? И если оружие богов не легенда, то где искать его сегодня? Существует определенный тип оружия, который даже трудно как-то идентифицировать с позицией современной науки. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Россия начинает осваивать Луну. Такое заявление сделал Роскосмос. Сначала поверхность просканируют роботы, а в 2024 году на нее приземлится космический корабль с астронавтами. Однако у Земли есть и другой спутник, гораздо менее изученный. Его называют «черным принцем» или «рыцарем». И даже ученые знают о нем немного. Это наша Земля в космическом пространстве. Здесь находится орбита движения Луны. Ее мы можем видеть невооруженным глазом. А это темный спутник. Вот уже больше 13 тысяч лет он сопровождает Землю. Правда, движется он в противоположном от нас направлении. Так что это за таинственный сателлин? Почему о нем не говорят астрономы и туда не летают экспедиции? Стремительный, загадочный «черный». «Черный принц» — так назвали тело, которое вот уже 13 тысяч лет сопровождает нашу планету. Один раз спутник был зафиксирован агентством НАСА со станцией МКС. Был сделан даже снимок его. Он имеет некруглую форму, темного цвета. И движется с очень большой, огромной скоростью по непонятной траектории орбите вокруг Земли. Советские ученые тоже его увидели и смогли измерить его температуру. И температура оказалась у него 200 градусов. На этом загадки спутника не заканчиваются. Все сателлиты Земли, даже космический мусор, вращаются вместе с планетой, подчиняясь ее гравитации. «Черный принц» каким-то необъяснимым образом смог преодолеть силу притяжения и вращается в противоположном направлении. Как он это делает? Неужели это неизвестный закон физики? Или под видом обломка астероида скрывается нечто, обладающее двигателем? «Черный принц», который, по сути, вращается вокруг Земли, подобно другим ее спутникам, скорее всего является одним из космических кораблей, которые они разместили на нашей орбите, чтобы иметь возможность общаться с нами. Невероятно! «Черный принц» действительно пытается контактировать с нами. Первым его сигналы поймал еще Никола Тесла. Он предположил, что их посылает разумное существо и даже дешифровал это послание. Изобретатель был обескуражен. Послание предупреждало о скорой мировой войне, когда он заявил об этом, Теслу подняли на смех. Тайна и загадка «Черного принца» в том, что он посылал сигналы с 19 века, когда люди еще не построили искусственных спутников. После Николы Теслы сигналы перехватывали радиолюбители со всего мира. Только подобрать код больше никто не смог. Если «Черным принцем» управляют инопланетяне, то зачем они преследуют Землю? Одни ученые утверждают, что в корабле сидят гуманоиды, которые когда-то принесли на нашу планету жизнь. Другие считают, что эти существа планируют захватить Землю. Однако есть совершенно другая версия. И в фантастической она кажется только на первый взгляд. Я уверен, что «Черный принц» — это космический корабль. Только не инопланетный, а наш. Много тысяч лет назад, когда случился мировой потоп, люди сели в корабль и отлетели на безопасное расстояние. Сейчас они выполняют роль ангелов-хранителей нашего человечества. О своей безопасности команда корабля позаботилась изрядно. «Черный принц» невидим для военных радиолокационных систем. Его можно рассмотреть только в мощный телескоп. Американские физики объясняют этот феномен слоем графита, который покрывает корабль и поглощает радиоволны. Но почему «Черный принц» иногда на годы пропадает с орбиты? Некоторые зонды инопланетные, они не видны. Они обладают защитой, это абсолютно очевидно. Об этом говорят многие фолги, а я лично это наблюдал собственными глазами. Поэтому и корабли матки-то, в общем-то, не видны. Они по размерам 2-3 километра. Замечено, что «Черный принц» активизируется накануне серьезных потрясений. Сигналы корабля идут интенсивнее. Кажется, обитатели спутника хотят предупредить людей об опасности. Есть и обратный эффект. «Черный принц» не позволяет некоторым земным посланиям уходить в космос и заглушает их. Было еще в 30-е годы прошлого века, в Советской России обнаружен тот факт, что некоторые радиосигналы, которые посылали в космос, они отражались и довольно быстро приходили на Землю. То есть есть какой-то экран. Экран, причем подвижный, который находится не очень далеко от Земли, раз так быстро возвращаются эти сигналы. Некоторые считают, что «Черный принц» — обломок некогда большого космического аппарата. Но исследователи космоса знают не понаслышке. Этот объект ведет себя крайне странно. Есть свидетельства, что «Черный принц» подлетал к орбитальной станции и даже зависал около космонавтов. Такое ощущение, что тот, кто сидит внутри, проверяет, насколько земляне готовы к контакту. Никто не сомневается, что «Черный принц» разумен. Возможно, однажды мы узнаем, что скрывается за красивым названием. Однако произойдет это не раньше, чем его обитатели сами захотят найти контакт с нами. Неизвестное существо. Гибрид человека и свиньи появился в научных лабораториях. Ученые вырастили первые в мире эмбрионы химеры, состоящие из клеток людей и свиней. Органы этих млекопитающих давно используют в медицине для пересадки человеку. Кроме того, тесты лекарств и косметических препаратов часто проводятся именно на их биоматериале. Созданные в лаборатории химеры в ближайшее время примут участие в проверке медикаментов. Они станут последней ступенью перед переходом к испытаниям на людях. Но к каким последствиям могут привести столь смелые эксперименты с природой? И есть ли у нас право на создание новых видов? Отправной точкой для сенсационного эксперимента стал эмбрион поросенка. Специалисты изучили геном этих животных вдоль и поперек и выяснили, что ДНК свиньи очень схожа с человеческой. По большей части, конечно, не внешне, а строение органов. Но по большей части у нас похожи легкие, желудок, сердце. Действительно, похоже строение сосудов, поджелудочной железы. И даже функционирование этих органов у нас очень похоже. И, в общем-то, даже многие лекарственные препараты, такие как инсулин, который необходим диабетикам, которые от него зависимы, получались именно из поджелудочной железы свиньи. Американские ученые работали по технологии искусственного оплодотворения. В организм свиноматки вживили одновременно клетки человека и животных. И те, и другие успешно прижились. Однако из двух тысяч гибридных эмбрионов выжили только 186. То есть берут эмбрион свиньи, эмбрион человека на ранних стадиях дробления. Таких разрушают, перемешивают, и получается такой химирный организм, у которого есть хромосомы и клетки, и часть эмбриона как от одного предка, так и от второго. Этот эмбрион поросенка только с виду кажется обычным. На самом деле это настоящая химера. В это трудно поверить, но как минимум один из органов выжившего гибрида, почка, печень или поджелудочная железа, состоит исключительно из человеческих клеток. Неужели генетикам удалось создать настоящую ферму по выращиванию донорских органов? Поменить какой-то орган, ну вот здесь будет вопрос с размером. Свинья, она имеет такие же приблизительно, ну там разница буквально в 20 грамм и, условно говоря, один сантиметр. Такие же органы, вот процесс отторжения будет менее выражен за счет того, что у нас очень многие белки схожи. Ситуация будет происходить такая же, как происходит между человеком и человеком. По факту американские ученые совершили невероятное. Заставили человеческие клетки развиваться в организме свиньи. Однако жизнь такого свина-человека была недолгой. Химере позволили прожить всего месяц, а потом ее умертвили из этических соображений. Это все, потому что наука бесконечна. Но если наука не будет держаться вот этой средины и вот этой гуманистического такого направления, да, цивилизационного, то тогда все формы адаптации и дегенерации, они будут во всех проявлениях представлены, к сожалению. Целесообразность этого эксперимента у многих вызывает сомнения. Некоторые ученые опасаются, что имплантированные человеческие клетки могут мигрировать в мозг развивающегося эмбриона, и в итоге вместо гибрида-донора мы получим настоящего монстра. К тому же подобные эксперименты ставят под удар уникальный геном человека. По мнению некоторых экспертов, он может быть утрачен навсегда, если ученые будут продолжать в том же духе. Далее в программе. Неизвестные изобретения Николы Тесла. Почему исследователи считают смерть гения не случайной? Почему архивы ученого оказались засекреченными? И кому в 20 веке помешал прогресс? Уступил в противоречие с интересом олигархической верхушки, которая, в общем-то, считает себя на планете главной. Тайна египетской гробницы под грифом секретна. Почему в архивах КГБ скрывали результаты исследования захоронения Осириса? Какие тайны раскрылись ученым в долине царей? И почему эти исторические находки не показывают в музеях? Зачем-то ее мумию вынесли из их гробницы. Настоящий исторический детектив. Эликсир вечной молодости известен американским спецслужбам. Почему агенты ЦРУ засекретили состав воды тибетского озера Манасаравар? Что скрывается в глубинах водоема? И как этот эликсир влияет на человека? Разные слои в этом озере обладают разными свойствами. Телефонная станция возрастом в 3000 лет. Могла ли у древних людей быть беспроводная телефонная связь? Как наши предки общались через расстояние? И можно ли сегодня восхресить технологии прошлого? Мегалиты всего мира — это на самом деле автоматическая телефонная станция древних людей. Оружие богов? Миф или исчезнувшая сверхсила? Какие следы древних орудий сохранились до наших дней? Кто нажал красную кнопку в древности? И чем закончилась гонка вооружения до потопных цивилизаций? Какие-то очень особые лазеры, которые применяли боги или пришельцы. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Во Франции, вблизи Парижа, испытывают новую беспроводную технологию зарядки электромобилей с помощью оборудования, встроенного в дорожное полотно. Иными словами, розетка больше не нужна. Заряжать машину будет асфальт прямо во время движения. Что это? Космические технологии будущего или секретные разработки из прошлого? В это сложно поверить, но 74 года назад, всего за несколько дней до своей смерти, Никола Тесла сделал заявление, что открыл технологию передачи энергии без проводов на любые расстояния. Многие исследователи считают, что после этого Никола Тесла был ликвидирован, ведь разработки ученого могли в корне изменить жизнь человечества и лишить капиталов представителей мировых элит того времени. Так кому помешал американский гений? И какая тайна скрывается в архивах великого изобретателя? Этот электромобиль не нуждается в розетке. Ученые избавили электрокары от необходимости регулярно и длительно заряжать аккумуляторы. Умная дорога передает электрические импульсы машине прямо во время движения. Еще пять лет назад эта беспроводная технология казалась попросту невозможной. Будущее наступило. До сих пор одним из главных минусов электромобилей была необходимость регулярно подзаряжать батарею. Теперь эта проблема решена. Достаточно проложить дороги со специальным покрытием, и они будут работать по принципу индукционной плиты. Удивительно, но испытания подобных автомобилей почти одновременно начались во Франции, США, Японии, Великобритании и Канаде. Эксперты уверяют, это не случайность. Вполне возможно, новые разработки стали результатом рассекречивания документов, украденных больше 70 лет назад у Николы Тесла. Сейчас самое массовое применение Теслы – это, конечно, электрические машины. То, что изобрел вращающееся магнитное поле – это великое изобретение. Поэтому асинхронные машины, асинхронные машины, всякие другие машины – это все его рук дело, как бы он все это придумал. Первый, кто это сделал, это был Тесла. Все, что связано с изобретениями Николы Тесла, до сих пор окутано тайной. И даже его смерть, несмотря на то, что умер он в достаточно преклонном возрасте, 86 лет вызывает много вопросов. Некоторые его биографы уверены, если бы изобретатель прожил хотя бы на несколько дней больше, то человечество окружал бы сейчас принципиально иной мир. Ученый-идеалист, который фактически создал весь современную цивилизацию, вступил в противоречие с интересом олигархической верхушки, которая, в общем-то, считает себя на планете главными. И они его, по сути дела, по-видимому, уничтожили. Незадолго до смерти Никола Тесла заявил, что, используя совершенно новый физический принцип, он способен с помощью своих генераторов передать любое количество энергии в любую точку земного шара. В январе 1943 года у изобретателя была назначена встреча с президентом США Франклином Рузвельтом для обсуждения двигателя, работающего на принципе свободной энергии. Это был бы колоссальный прорыв. Но, естественно, такое изобретение было не нужно. Мировой элите, в первую очередь Рокфеллером, которые владели 90% заправок в Соединенных Штатах. Ученому так и не удалось пообщаться с президентом. За день до встречи Тесла был обнаружен мертвым в номере отеля, где жил последние годы. Врачи констатировали, цитата, «смерть в силу естественных причин». Согласно официальной версии, у изобретателя случился сердечный приступ. Однако в прессу почти сразу же просочилась информация, что отчет коронера засекречен по соображениям национальной безопасности. Зачем полиции делать из естественной смерти тайну? Многие эксперты уверены, Тесла был отравлен. Была утечка информации, что в чашке нашли следы мышьяка. Пить кофе с незнакомцем Тесла не стал бы. Он в старости вел довольно закрытый образ жизни. А последним, кто его видел живым, был его племянник Савва Касанович. Возможно, его подкупили олигархи, а возможно, это были немцы. Племянник был советником посольства Югославии в США. А Югославия на тот момент была оккупирована немцами. Часть документов изобретателя бесследно исчезла. ФБР подозревало, что бумаги были выкрадены германской разведкой и использовались для создания немецких летательных аппаратов. Однако расследовать это хищение не стали, чтобы не привлекать внимание общественности. Это тоже одна из загадок. То есть, часть архива пропала, человек умер при невыясненных обстоятельствах, и тем не менее, никакого следствия не проводилось, и труп сразу же кремировали. В общем, это одна из тоже больших загадок 20 века. Заказчиком убийства Теслы могли быть и наследники его бывшего инвестора, предпринимателя Джона Моргана. В свое время основатель Дженерал Электрик не раз был замечен в грязных способах ведения бизнеса. Однажды он даже подкупил комиссию Конгресса США после того, как его обвинили в спекуляции оружием. Открытие Теслы могло нанести сокрушительный удар по империи финансиста. Он стал врагом для Моргана, когда предложил беспроводную передачу энергии. Зачем мне беспроводную и бесплатную передачу энергии, если я строю на десятки тысяч километров электропровода протягиваю, кабели и так далее. Это же все стоит денег, и он на этом зарабатывал. Он тоже был монополистом. Эксперты уверены, смерть Теслы изменила мир не меньше, чем его жизнь. Многие открытия ученого настолько опередили свое время, что лишь спустя столетия человечество приближается к повторению его экспериментов. Далее в программе. Тибетский эликсир жизни под грифом «Секретно». Зачем ЦРУ скрывала в архивах состав воды из озера Мано-Сараван? Чем эта жидкость отличается от всех остальных? И почему тибетцы не хотят делиться своими секретами? Мертвая вода воистину убивает раковые клетки. Тайна египетской гробницы под грифом «Секретно». Почему в архивах КГБ скрывали результаты исследования захоронения Осириса? Какие тайны раскрылись ученым в долине царей? И почему эти исторические находки не показывают в музеях? Зачем-то ее мумию вынесли из их гробницы. Настоящий исторический детектив. Возможно, наши предки умели общаться с помощью беспроводной связи. Могла ли три тысячи лет назад существовать телефония? Каким образом древние люди передавали информацию на большие расстояния? И как воссоздать эти технологии сегодня? Мегалиты всего мира – это на самом деле автоматическая телефонная станция древних людей. Неизвестное оружие древних цивилизаций. Чем на самом деле воевали наши предки? Какие следы разрушительной силы дошли до наших дней? И куда исчезли смертоносные орудия? Существует определенный тип оружия, который даже трудно как-то идентифицировать с позицией современной науки. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В моих руках кусок базальта. Это одна из самых твердых пород вулканического происхождения. Материал с трудом поддается обработке даже с помощью новейших технологий. Однако именно эту породу использовали при постройке самой засекреченной гробницы Египта – усыпальницы Осириса. Гробницу Осириса вскрывали в 60-х годах лично сотрудники КГБ. Все данные о раскопках до сих пор под грифом «Секретно». Однако последняя находка археологов – мумия Исиды, жены Осириса, женщины с чертами инопланетянки, вновь разбудила интерес к открытию 57-летней давности. Так что же стало с останками Осириса? О чем может рассказать его гробница? Возможно, это самая сенсационная археологическая находка нового тысячелетия. Мумию молодой женщины с инопланетными чертами обнаружили в долине царей. Тело находилось в пещере в каменном саркофаге. Иероглифы на нем сообщают, что это царица. Ее имя стерто с саркофага. Следы на гробнице свидетельствуют о том, что люди сделали это намеренно. Возможно, чтобы скрыть какую-то тайну. Мои коллеги почти не сомневаются в том, что эта женщина – жена инопланетянина Осириса, которого нашли советские спецслужбы. Зачем-то ее мумию вынесли из их гробницы. Настоящий исторический детектив. Спецоперация «Изи» до летом 61-го года началась без лишнего шума. Кинопленка неизвестного оператора зафиксировала вход в гробницу, вскрытие саркофага, опись артефактов. До сих пор про эту спецоперацию известно мало. Якобы президент Насер за лояльность советской власти рассказал чекистам о необычной гробнице, на стенах которой было написано «Это гробница пришельца». Агенты КГБ приехали, чтобы исследовать усыпальницу. Они рассчитывали найти в ней неизвестные технологии. Космические технологии или что-то иное? Но работать специалистам пришлось в костюмах химзащиты. Перед входом в гробницу стоял сильнейший запах сероводорода. Людей охватывала паника. Они забывали, зачем пришли, и убегали на поверхность в шоковом состоянии. Я думаю, это было какое-то древнее психотропное оружие. Египтяне были еще теми шутниками. Они часто размещали ядовитые смеси в специальных отверстиях перед гробницей. Еще один прием – вирусы опасных заболеваний, которые они прятали в вентиляционных шахтах. Русские знали об этом и предпочитали лишний раз не рисковать. Как рассказывают свидетели, в течение двух недель сотрудники КГБ изучали гробницу. Они фотографировали иероглифы, изымали предметы, которые лежали в помещении, прозванивали специальной аппаратурой стены и пол. Второй саркофаг в гробнице был пуст. По версии ученых, он предназначался жене Осириса – Исиде. Все найденные артефакты были вывезены. Радиоуглеродный анализ останков инопланетянина показал, что существо жило 10,5 тысяч лет назад. Говорят, тело Осириса и сейчас лежит в хранилищах Лубянки. Вход в гробницу засыпали. Практически сразу гробница заполнилась водой. Такой ее и обнаружили в 1987 году. Люди не могли попасть в подземную комнату. Но когда воду откачали, были найдены саркофаги. Однако был ли туда доступ в древние времена? И были ли там разные объекты, артефакты, кости? Об этом я не знаю. Но, насколько мне известно, на всей территории не было ни единого объекта, артефакта. И все-таки кое-что ценное внутри гробницы Осириса русские нашли, уверены американские эксперты. В ней хранилась уменьшенная копия летательного аппарата. Позднее эту технологию воплотили в советском шаттле «Буран». На одной из пирамид есть иероглиф, напоминающий «Буран». Я уверен, что без подсказки извне невозможно создать настолько идеальный летательный аппарат. То, что сделали советские ученые, оно не имеет аналогов. Сплошная загадка и сама гробница Осириса. Конструкция находится на плато Гиза рядом с большими пирамидами. Но долго на нее не обращали внимания, считая, что это древний резервуар для сбора дождевой воды. Она состояла из трех уровней. Самый низкий уровень, то есть ее дно, располагался на глубине 30 метров. Вниз мы спускались с помощью лестниц и веревок. Достигнув дна гробницы, мы увидели, что вокруг скопилась вода. Мы смогли обнаружить гробницу только потому, что воды было очень мало. Обычно она заполняет более высокие секции. Для того, чтобы первые эксперты смогли спуститься в гробницу, воду откачивали неделю. Когда усыпальницу удалось полностью осушить, исследователи обнаружили разветвленную сеть тоннелей. Но куда они ведут, узнать так и не удалось. Судя по результатам сейсмографов, полученным в 1993 году, была очень большая вероятность того, что под сфинксом есть нечто вроде пещеры. К сожалению, это не было подтверждено археологически. Власти Египта запретили любые исследования там. Они не верят, что там есть какие-то комнаты. Изучение гробницы Осириса и Исиды продолжается по сей день. По одной из легенд, эта супружеская пара дала начало династии фараонов. Но чтобы доказать гипотезу, потребуется множество ДНК-тестов. Пойдут ли на это власти Египта? Или тайна уникальной гробницы так и останется под грифом «Секретно». Американские ученые более 30 лет разрабатывали эликсир молодости на основе воды из тибетского озера Манасаравар. Это стало известно из рассекреченных архивов ЦРУ. Удалось ли достичь цели, в документах не написано. Зато стало известно, что на основе мертвой воды из соседнего озера американские военные создали ранозаживляющий препарат. Чем тибетская вода отличается от обычной? И правда ли, что в ее структуре скрывается ген жизни? Озеро Манасаравар – самый большой в мире источник живой воды. Именно так называют его многочисленные исследователи и искатели эликсира молодости. Существует предание, что люди, которые пьют воду из этого озера, никогда не стареют. В это легко поверить, ведь на Тибете больше всего долгожителей. Разные слои в этом озере обладают разными свойствами. На глубине так называемая тяжелая вода. Ее называют мертвой водой. Когда наши исследователи взяли пробы, они обнаружили, что она сильно закислена. То есть у нее PH в кислотную сторону идет. Живая вода, более легкая, щелочная. Она на поверхности. У Манасаравара есть озеро Побратин – Ракшас. Расположено оно с противоположной стороны горы Кайлас. Оказалось, воду в этом озере не напрасно зовут мертвой. Мы провели не одну серию таких экспериментов и поняли, что мертвая вода воистину убивает раковые клетки, активизирует ген смерти в них. Вот и все. Мы поняли, что мы нашли средства против рака. Если будешь ты пить мертвую воду, то раковые клетки умрут. Состав тибетской воды натолкнул ученых на неожиданный вывод. Состояние самати, когда человек годами находится в глубочайшей медитации, связано с тем, что ламы пили живую воду. На востоке верят, что существует еще и вязкая вода. Четвертое состояние воды. И есть то самое легендарное состояние самати, и которое делает тело человека бессмертным. Когда тело может жить тысячи и миллионы лет, как утверждают все тибетские ламы и индийские свами. По легенде, в состоянии самати находятся представители древнейших цивилизаций, которые спаслись от всемирного потопа в горах Шамбалы. Когда люди будут готовы, они проснутся и подарят человечеству новые знания. Не вдаваясь в подробности, специалисты говорят, что теоретически выйти из состояния самати возможно даже через сотни лет. Жарства мертвых в подземном мире выдадут ожившие люди из состояния самати, а для этого нужно немножко живой воды, чтобы окропить их. И они дадут новый росток человечеству. В основе целебных свойств лежит электрический заряд. В одном случае положительный, в другом отрицательный. Если вода имеет отрицательный заряд, она охотнее отдает электроны. Организм напитывается энергией. И наоборот. Водные среды все внутри нас, все минусовые, абсолютно все. То есть лимфа, кровь, межклеточное пространство жидкостное, оно все у нас минусовое. Взаимосвязь между тем, что мы пьем, и тем, сколько живем, хорошо прослеживается по жителям гор. Недавно в Дагестане на 123-м году жизни скончался Магомед Лабазан. В Абхазии на каждые 10 тысяч человек приходится 5 долгожителей возрастом старше 100 лет. Вода несет очень много информации, как полезной, так и отрицательной может нести. Ну, например, из каких-то сточных вод, снова мы реанимируем воду для питья, но она память несет о нечистотах, которые ее загружали недавно. А для нашего поля, нашего биополя и энергоинформационного поля, это уже сигнал стрессовый. Это не очень хорошо. Поэтому жизнь на природе, продолжение здравия долгие лета. Следующий по числу долгожителей после Кавказа идет Якутия. Казалось бы, каким образом? В их рационе слишком много мяса. Суровый климат тоже не способствует продлению жизни. Однако ученые разгадали секрет. Причина – в живой воде. Я, будучи по первому образованию геофизик, я это сразу понял. Якутия – это как раз места выхода древних магматических пород, древних вулканов, называются кимберлитовые трубки. А что там добывается в кимберлитовых трубках? Алмазы. И по идее, якуты, как высокогорцы, живут на вулканах, и у них вода вся минусовая. Живая и мертвая вода хорошо была знакома предкам славян, о чем мы можем судить по сказкам. Мертвая вода заживляет раны, живая – возвращает дыхание жизни. Хранилась такая вода в специальных сосудах или в волшебных колодцах. Удивительно, но в наше время живую воду можно сделать в домашних условиях. Если воду зарядить позитивными импульсами, вот поставить кувшин с водой в комнате, где играют дети, а потом предложить бабушке. Бабушка этой воды выпьет и сама получит заряд молодости. А вода воспринимает энергетику окружающего мира. Свойство воды в реках и озерах – не мистика, а чистая физика. Наука древних богов, которую мы только начинаем постигать. Три тысячи лет назад у древних людей была телефонная связь. К такому выводу пришел исследователь Говард Кроухерст. По мнению ученого, мегалиты, которыми буквально усеяна вся Земля, могли использоваться для передачи данных. Но каким образом наши предки общались с помощью каменных исполинов? Можно ли воспроизвести эту технологию сегодня? Всемирно известный исследователь Говард Кроухерст нашел АТС времен неолита. Это невероятно, но 4,5 тысячи лет назад древние люди пользовались телефоном. Неужели это действительно так? 30 лет я шел к этому открытию, и, наконец, мне удалось найти доказательство своей теории. Мегалиты всего мира – это на самом деле автоматическая телефонная станция древних людей. Карнакские камни – это крупнейший в мире комплекс мегалитов. Он состоит из множества курганов, дольменов и менгиров – одиноких гранитных столбов. Огромные глыбы выложены в несколько линий, которые простираются примерно на 3 километра. Нет официального объяснения тому, откуда взялись эти камни и кто поместил их туда. Этот комплекс состоит из 3 тысяч камней, установленных в несколько линий. Самые большие из них достигают 8 метров в высоту и могут весить около 20 тонн. Кроухерст обратил внимание. С высоты птичьего полета карнакские камни похожи на линии электропередачи. Тогда ему в голову пришла мысль, что самые крупные менгиры и дольмены стоят отдельной группой не случайно. Они излучают ультразвук, а остальные камни генерируют его. Причем работают они не только на передачу, но и на прием. А значит, загадочные комплексы мегалитов, разбросанные по всему земному шару, это телефонные аппараты наших далеких предков. Причина ультразвукового излучения – электрический ток, возникающий и под действием солнечных лучей, и за счет приливного воздействия Луны и Солнца, или движения земной коры, так называемый пьезоэффект. Для увеличения пьезоэффекта каменные блоки либо накладывали друг на друга, либо устанавливали вертикально на более узкий конец. Гипотеза Говарда Кроухерста объясняет, почему практически все мегалиты установлены в районах разломов земной коры. Ученые неоднократно фиксировали вблизи них магнитные аномалии, причем самые сильные скачки происходят в периоды солнцестояний и равноденствий. В это время камни становятся гигантскими распределителями энергии. Английские ученые выяснили, что все мегалиты построены из кварцевого песчаника – минерала, способного генерировать электрический ток. Исследователи также обнаружили, что карнакские камни излучают ультразвук. Энергия каждого по отдельности невелика, но вместе они создают мощный энергетический поток. Исследователь Виталий Калядинцев считает, что подобная точка связи есть и в России. Точно такие же ряды энергоинформационных потоков находятся на лугу перед подходом к храму Спаса-на-Нерали под Владимиром. Мы их изучали в нескольких экспедициях. Очень интересные, как будто и движение энергии сначала в одну, пройдешь несколько метров, в другую сторону, в одну, в другую. Там их тоже 11. Так же, как 11 рядов во французском Карнаке. Согласно гипотезе исследователя, все мегалитические сооружения Земли связаны между собой сетью палеотоннелей. И это не случайность. Такая связь необходима для передачи звука на расстояние. Это своего рода коммуникационная сеть. Я изучаю энергоинформационные потоки Земли. У меня было 69 экспедиций. И в том числе, как энергоинформационные потоки, я изучаю палеотоннели, которые я расценил тоже как энерговоды. С момента открытия мегалитов Карнака ученые выдвигали несколько гипотез предназначения постройки. Мегалитические сооружения то называли древними обсерваториями, то религиозными центрами. Однако современные исследователи опровергают эти предположения. Ведь чтобы отслеживать движение планет или поклоняться богам, столь масштабных сооружений древнему человеку не требовалось. Мегалиты и, в частности, карнакские камни наши далекие предки использовали для связи. Мне кажется, что это наиболее рациональная гипотеза на сегодняшний день. В то время как ученые и исследователи пытаются найти объяснение происхождению построек, большинство местных жителей уже давно нашли для себя ответы на этот вопрос. В английских легендах это место, на котором волшебник Мерлин обратил в камень римские легионы, а христианская коммуна Британии считает, что булыжники — это окаменелые воины-язычники. В 1991 году ученые приняли решение обнести архитектурный комплекс карнакских мегалитов забором, чтобы сохранить строение от вандалов. Посещать территорию разрешили лишь экскурсионным группам. Однако в 2002 году местные жители деревни снесли ограждение и потребовали открыть свободный доступ к памятнику. Как оказалось, истинной причиной конфликта стало желание фермеров использовать эту местность для выпаса овец. Далее в программе. Великая битва из древнеиндийских мифов может оказаться правдой. Исследователи нашли следы разрушительного оружия, которые сохранились до наших дней. Какими силами обладали наши предки на самом деле? Как до потопной цивилизации чуть не погубили планету? И где сегодня скрывается смертоносное оружие богов? Может быть, это термоядерное или ядерное устройство, либо какие-то очень особые лазеры. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Современные исследователи открыли тайну гибели загадочного города Махенджодаро. Холм мертвецов. Так переводится название дословно. Расположен на территории современного Пакистана. Это политическая карта мира. Так выглядела наша планета 1500 лет до нашей эры. Территорию Южной Азии занимала Харабская империя. Махенджодаро был одним из центров этого царства. Однако, если верить историкам, этот мегаполис превратился в заброшенный город в одно мгновение. Никаких следов нападения или природного катаклизма археологи не обнаружили. Получается, что через 400 лет после своего основания жители в одночасье покинули свои дома. Но что заставило людей бежать из Махенджодаро? Какая угроза нависла над городом? Ответ на этот вопрос переворачивает все наши представления об истории человечества. В 1922 году на одном из островов реки Индархеологи обнаружили руины древнего города Махенджодаро. Но только недавно ученые выяснили, что стало причиной его гибели. Махенджодаро было разрушено неким оружием, имеющим большую температуру. Может быть, это термоядерное или ядерное устройство, либо какие-то очень особые лазеры, которые применяли боги или пришельцы. Исследователи сделали химический анализ тектитов, которыми были усеяны улицы города и пришли к шокирующему выводу. Загадочные черные камни – это осколки глиняной посуды, спекшиеся при температуре около полутора тысяч градусов по Цельсию. Такая температура не возникает во время обычного пожара. Исследователи сделали сенсационное предположение. Город был разрушен из-за ядерной бомбардировки. Но откуда у людей, живших во времена палеолита, могли оказаться такие технологии? Руины Махенджодаро вынудили историков полностью поменять свои представления о мировой истории. В древнем городе ученые обнаружили канализацию, водопровод и нечто похожее на трамвайные пути. Шокирующие фотографии уже несколько месяцев подряд вызывают настоящие баталии среди археологов. Наша история нами сейчас плохо понята, плохо изучена. То есть в древности были высокоразвитые цивилизации, достаточно высокоразвитые города с системой отопления, с системой водопровода, канализации. И на территории Индии, и на территории современной России, Сибири. Некоторые исследования, некоторые исследователи даже допускают предположение, что во время пика своего расцвета древние цивилизации могли достигнуть такого развития, что летали в космос, на Луну или на соседние планеты. Но с кем воевали жители Махенджодаро? Существует множество версий. По одной из них войну развязали инопланетные захватчики. Некоторые исследователи считают, что им удалось одержать победу и сегодняшнее человечество – потомки этих оккупанков. В древнеиндийской Махабхарате сказано, что применялось оружие такой разрушительной силы, что в результате на пороге гибели оказалась вся планета, а некоторые материки навсегда исчезли с лица Земли. Что это за оружие, можно судить по некоторым свидетельствам из Махабхараты. То есть там описываются виды оружия, когда они ярче вспышка дают тысячи солнц. Другой тип оружия – это какое-то термооружие, когда плавится все. Третий вид оружия – это когда похоже на радиоактивное оружие, когда, в общем-то, идет радиоактивное загрязнение, и слоны, люди бегут в панике к животным разным, к реке, чтобы смыть из себя вот эту пыль радиоактивную. Но только ли ядерным оружием владели жители прошлых цивилизаций? На древних памятниках Индии встречаются изображения загадочного оружия, напоминающего скипетр в форме связки молний. Такое же оружие держит Зевс на древнегреческих фресках. Такой же жезл в руках Осириса – главного бога древних египтян. Легенды о скипетре хранятся в мифах и преданиях всех известных нам древних народов. А что, если оно действительно существовало? Смертоносное оружие, согласно древним преданиям, называлось ваджра. В Монголии сохранилось сказание, как один лама с его помощью уничтожил целое войско завоевателей. Говорили о существовании ваджра и некоторые ученые. Никола Тесла предположил, что это резонансный генератор, который создает напряжение в несколько миллионов вольт и мячит молнии. Другие исследователи уверяли, ваджра обладает широким спектром применения. Это не только мощное оружие, но и магический артефакт, превращающий золото в порошок, продлевающий жизнь. Можно вспомнить те же самые спорные хотя бы, но, тем не менее, они имеют быть места, о них нельзя не сказать. Протокол допроса нашего разведчика Блюнкина, когда он был арестован органами ОГПУ. И он часто там повествует о том, что он видел ваджру вживую вот эти гигантские плавильные щипцы, которые в свое время плавили металл. Это даже не совсем оружие, то, что он говорит, а это именно плавильные щипцы, которые превращали золото в некий порошок, который обладал особыми свойствами. Удивительно, но легенда об оружии, подобном ваджре, есть и у древних славян. Они верили в могущественную силу камня Аллаты. До нашего времени дошли предания, что камень Аллаты – самый прочный в мире кристалл, который мог вызывать огненную силу из самого центра Земли. Что-то вроде гигантского лазерного луча, в основе которого был этот самый кристалл, преобразующий длину волны. Как предполагают, возможно, он в той же природе, некий метеор с особыми магнитными, может быть, качествами и прочее. То есть вот что-то такого рода. Истории, мифы и легенды рассказывают нам о том, что древние цивилизации располагали мощнейшим оружием. Могло ли оно бесследно исчезнуть с лица Земли? Или просто надежно скрыто от посторонних глаз? И стоит ли искать то, что однажды уже привело к необратимым последствиям? Возможно, оружие богов нам недоступно именно потому, что человечество еще не готово владеть такой сокрушительной силой. Наш мир полон тайн. И каждый раскрытый секрет приближает нас к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин, и это были «Загадки человечества». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ